друзья всем привет в этом видео сделал подборку полезных функций на смартфонах xiaomi redmi и пока в оболочке miui 12.5 и в последних обновлениях miui 12 много этих функций тоже есть первое в новых обновлениях в приложении темы уже добавили функцию при помощи которой можно установить много мелодий на входящий звонок есть как природные звуки их здесь много так и много других звуков каждый может себе подобрать необходимый ну а если вы хотели бы установить свою любимую песню на входящий звонок заходим в приложение музыка запускаем необходимую композицию нажимаем на ножницы и теперь выделяем необходимый фрагмент музыки которые хотели бы установить на звонок далее несколько полезных функций звонилки смартфона если вверху справа нажать вертикальные три точки настройки а он и спам фильтровать спам вызовы если эта функция вам нужна ее здесь можно включить не нужно устанавливать дополнительных программ об этом позаботился производитель ну а если вернуться в предыдущее меню аккаунты для звонков далее входящие вызовы здесь есть интересная функция в самом низу вспышка при звонке использовать вспышку для уведомлений о входящих вызовах во время входящих вызовов вспышка начнет индикацию далее если зайдем в приложение безопасность опускаюсь вниз инструменты для видео если включить эту функцию и в самом низу выбрать управление видео приложениями отметить нужные приложения допустим youtube либо другие после чего запускаю youtube вверху слева полупрозрачная линия свайпаю вправо и у меня появляется панель инструменты для видео и можно делать запись экрана делать скриншот делать трансляцию изображения на внешний экран слушать youtube фоне достаточно полезная функция звук будет воспроизводиться когда экран смартфона выключен на некоторых моделях смартфонах можно включить функцию dolby atmos и регулировать усиление диалогов и расширенное стерео изменять стиль изображения в режиме онлайн и есть функция автоматическая частота обновления дисплея функция работает следующим образом дисплей смартфона подстраивается под частоту обновления видео это позволяет под видео подбирать оптимальную плавность а также экономить заряд батареи далее друзья в новых прошивках чтобы включить вот такую вот плоскую полоску внизу для переключения между приложениями на рабочем столе дисплея в свободной области зажимаю и удерживаю до вибрации далее настройки еще способ навигации и здесь делаю переключение на жесты и проверяю чтобы скрыть полноэкранный индикатор функция была отключена далее перейдя в настройки звук и вибрация здесь добавилась полезная функция звуковой помощник если включить регулировка звука в приложениях то в приложениях добавляется свой ползунок регулировки звука к примеру в youtube идёт свой ползунок регулировки громкости в тег токи свой и в других приложениях допустим музыкальном плеере будет свой не нужно как раньше регулировать общую громкость достаточно в каждом приложении отрегулировать свою громкость далее друзья новая шторка центра управления где справа у нас включение выключение функции а слева уведомления почему-то остается много вопросов где эту функцию включить все очень просто переходим в настройки далее уведомление центр управления стиль управления и здесь переключается старая шторка на новый интерфейс причем в последние прошивки милой 12.5 уже свайпами влево вправо можно переключаться между левой областью шторкой и правой между уведомлениями и включения выключениями функции это удобная фишка а также проверьте добавилась ли у вас новая фишка помощника вайфай в этой самой шторке беру зажимаю и удерживаю на значок вайфай и перехожу в расширенные настройки далее меня интересует помощник вайфай и вот самом низу добавилась новая фишка включать вайфай автоматически вайфай будет автоматически включаться когда устройство обнаружит поблизости одну из сохраненных сетей и отключаться если в течение 15 минут не будет установлено соединение ранее этой функции не было далее перехожу в настройки и обратно звук и вибрация и вот в самом низу звуковые эффекты на некоторых моделях смартфона добавилась функция dolby atmos улучшение звука так вот здесь добавился эквалайзер и здесь есть полезная функция графический эквалайзер можно выбирать уже предустановленные пресеты определенного направления музыки а также делать свой пользовательский причем интересно если вы даже выберете уже предустановленный пресет и начнете его регулировать он становится пользовательский получается можно уже готовый пресет взять и доработать под себя далее если мы запустим приложение галерея и у нас уже есть готовое какое-то видео если зажать на него и удерживать выделяем нажимаем на творчество видео редактор и открывается расширенный видео редактор здесь можно воспользоваться предустановленными шаблонами есть расширенный редактор при помощи которого можно склеивать несколько видео через кнопку плюс далее если нажать на необходимый фрагмент можно сделать обрезку изменить скорость задать реверс и обратите внимание есть такой квадратик с минусом если на него нажать то можно даже задавать переходы между фрагментами видео это достаточно полезная функция при монтаже видео и не нужно устанавливать дополнительных программ эта фишка уже есть от производителя эффектов здесь достаточно много ну плюс еще можно добавлять фильтры посмотреть в реальном времени плюс настроить интенсивность фильтра от 0 до 100 процентов добавлять надписи заголовки добавлять саундтрек задавать соотношение сторон видео и получается этого расширенного видео редактора достаточно чтобы монтировать видео без установки дополнительных приложений на свой смартфон а также еще есть полезная фишка касаемо видео если мы запустим уже готовое видео вверху справа нажмем горизонтальные три точки сжать видео иногда полезная функция сжать видео чтобы она занимала меньше места допустим если медленная скорость в интернете передать вам необходимо через мессенджер через соц сети видео и чтобы она меньше занимала место можно воспользоваться этой функцией причем здесь удобно что сразу отображается вот текущая емкость сколько занимает файл и написано что он идет без сжатия если я сделаю сжатие в тот же full hd мы сразу видим сколько приблизительно файл будет после сжатия занимать место если вам нужно еще меньше чтоб файл занимал место можно понизить качество и выставить 720p качество будет хуже но и файл будет занимать меньше места еще есть полезная фишка если есть уже готовая фотография на которой отображается небо открываю фотографию далее нажимаю на кнопку редактирования после чего нажимаю на функцию небо при первом использовании необходимо обязательно подключиться к интернету чтобы все фильтры подгрузились и можно изменить небо сделать его более красочным здесь есть четыре категории эффектов это солнце вечер ночь и динамический эффект самый интересный здесь небо оживает вариантов по замене неба здесь очень много друзья на этом у меня все если видео было полезным поддержите лайком всем пока до встречи в новых видео